Привет, с вами Happy Wolf, у меня для вас просто фантастические новости. В стиме недавно вышел очередной survival под названием Solus Project. Вы, скорее всего, о нём ничего не слышали и никогда больше не услышите после данного видео, но, тем не менее, захотел вам всё равно показать данную игру, потому что у неё действительно красивые скриншоты, как обычно. Какой-то там супер охуительный трейлер в стиле Майкла Бэя и просто куча положительных отзывов. Больше сотни, где все пишут, что игра просто шикарна в визуальном плане, геймплей просто фантастический, ни секунды не пожалеете, что потратили 300 там с хуем рублей на эту парашу. Я хочу в этом лично убедиться и чтобы вы убедились в том, что игра хорошая, потому что почему-то в обзорах, которые... ...выложенные на ютубе, много дизлайков и много комментариев в стиле «игра как-то не очень». Чё-чё, где 100 отзывов-то положительных, зачем я это вообще купил? Ну, естественно, там никто ничего не покупал, там все пиздят. Но я купил, и сейчас мы будем веселиться. Год 2115. На самом деле веселье начинается еще до того, как, собственно, вы запускаете игру, потому что игра требует какие-то там... установки каких-то там библиотек 2015 года, и как только вы эти библиотеки устанавливаете, требуется установка какой-то там ебалы от Unreal Engine 4. И как только вы запускаете ебалу от Unreal Engine 4, она пишет, что библиотеки, которые вы только что установили, мешают нынешней установке. Вы должны всё удалить к хуям собачьим, и только после этого начать установку ебалу от Unreal Engine 4, иначе вы не поиграете, сука, ироды. Там так и написано в установке, вот прям в окошке от разработчика сообщение. Я ещё хочу сказать, я потратил буквально там полчаса, наверное, на установку, установку, удаление, всё, что там нужно было. Я безумно счастлив, потому что вот я немного устал сегодня, я хотел просто поиграть в игру, а мне вот подарили фактически ещё одну игру по переустановке библиотек. Мне так это понравилось, просто непередаваемое ощущение. Заставка вот ещё, например, как из второго Quake, нормально. Графика, что самое интересное, один в один такая же. Мне нравится эта отсылка к 97-му году. Тогда родился разработчик данной игры, и вышел Half-Life первый. Или он в 98-м вышел, но не суть. Ох ты ж, я как будто Интерстеллар, смотрю. Вот если взять это видео начальное и фрагменты из фильма, я бы не отличил, честно. Я так понимаю, главный герой не выжил, и на этом игра заканчивается. Всем спасибо, до свид... Блядь. Как он тут оказался-то? Он же взорвался. Где все? Кто-то сделал это? Пожалуйста, не забудьте забыть безопасности. Реймор, Лорис! Ну теперь-то ему точно пиздец. Да он бессмертный, у него, походу, это нано-костюм восстанавливает с дороги, как в Крайзисе. Ай, блядь! Оба-на, я телефон нашел. На самом деле, насчет разработчика 98-й год я пошутил, потому что данную игру делало аж целых две студии, и эта игра все еще в раннем доступе. То есть, сурвайвл без раннего доступа, это на самом деле не сурвайвл, это еще Конфуций говорил. И что самое херенное, тут игра поддерживает виртуальную реальность. То есть, когда у вас уже будут, я не знаю, правнуки, наверное, у них у всех там будут Oculus Rift, и еще бог знает что, они смогут запустить эту игру и сказать, Господи, какие же пиздатые игры делали в 2016 году, и что самое сука характерное, из раннего доступа она все равно не выйдет. Вот, слышите, сурвайвл трейнинг, сейчас мы будем сурвайвлить. О, вода. Энда, если она таки бесплатная? О, нихрена себе, перекати поле скрафтил. Я-то думал, откуда они берутся, так вот откуда. Оба-на, бесплатная елочка, да я сейчас всю планету ограблю. А это ловушка была, помогите, меня подставили. Смотрите, я нашел палку правосудия, ей можно все карать. Блядский корпус турбины, получай. Сучий куст, хули ты здесь растешь? А вот и сама турбина, кстати говоря. Об нее можно погреться. Правда, это будет последнее, что вы сделаете в своей жизни, но это же игра, тут все понарошку. Например, тут какие-то штормовые приливы, совершенно ебанутые в разные стороны, текущие. Подлый прилив, получай. Знаете что, очень интересно, тут дела обстоят с небесными телами, пизды расположенных, я бы сказал. По-моему, нужно было пойти еще дальше и кинуть сюда нейтронную звезду, например, вместо вот этой, или черную дыру сразу, чё б нет-то. Все равно никто астрономию не знает, а выглядел бы намного эффектнее, поверьте мне. Чего, блин, даже здесь меня бомбят, что за дела? Даже по планете, на которой находится один человек, все равно наносит авиаудары, это как это так? Плохая вода, от войны не скрыться нигде. Даже если всех людей расселить на 7 миллиардах других планет, которые находятся в 7 миллиардах разных галактик, придумают, как сталкивать между собой галактики. Хуйню пишет. Знаете, что я только что узнал, это не Open World Survival, потому что я вижу другие острова, да? Но я не могу на них попасть. То есть я хер знает, как туда попасть, с помощью левитации, с помощью магии, с помощью чилипорта. Я понимаю, там в Сан-Андре, Сан-Франциско и Лос-Анджелес были заблокированы, нужно было их открывать с миссиями. Здесь-то что, блядь, мешало сделать? Хотя бы блядские мосты между этими блядскими островами. Хуй с ним со временем, по 10 минут тратил на переходы, но это был бы хотя бы мой выбор, я бы мог его делать. Здесь же меня заставляют делать хер знает что, крафтить какие-то факела и проходить обучение. Иди ты нахер. Я не хочу проходить обучение, хочу играть. Почему в Вортексе я катался на драконах и получал пиздюля от Скорпиона без единого крафта? Я здесь буду плавать, пока эта звезда не зайдет и минус 200 температуры не станет, либо пока эта планета, движущаяся по одной, блядь, всевышнему известной траектории, не врежется в нас. Да и посмотреть, на каком расстоянии он находится, посмотреть, с какой скоростью он оборот делает. Это даже, блядь, не планета, это не карликовая планета, это астероид обоссанный. Чего? Да вы че творите-то, меня опять бомбят, это астероид, походу, обиделся. Ладно, ладно, не астероид. 10-километровый кусок говна с моделькой планеты, окей. Я, кстати, нашел проход к тому месту, где мы начинали, нахер я вообще перся тогда в обход. Ох, учет, это я. Так, че у нас там показывают привод 20-ти? Ох, я замерзаю. Скорее греться у турбины. Ой, как хорошо. А че она такая огромная-то стала? И этот спидж-гонщик носится с хуй, пойми какой скорость игры, надо было черные дыры делать, представляете, как бы тут весело было. И мельницу какую-то вдали нашел, нет, я не знаю, почему писали, что здесь красивый графон. Да, звездное небо красивое, но, по сути, здесь нету ни флора, ни фауны, здесь вообще ни хера нету. Че в камнях красивого-то? Какие-то безжизненные просторы с невидимыми стенами, сейчас, конечно, попробую доплыть до туда, но че-то мне кажется, что не получится. Вот, я хочу пройти обучение, как крафтить факел, пожалуйста, объясните мне. Как там писали, это типа не игра для дебилов, которые любят строить домики в The Forest из дерева. Хорошо, я дебил из The Forest, а как мне, сука, скрафтить ебаный факел? Единственное, что вытаскивают все это со дна, это компьютер, который радостно рассказывает, что там промок, замерз, хочешь жрать, пить и прочее. Я, честно, не знаю, как попасть на другие острова, там, может быть, какой-то телепортатор нужно построить, или лодку. Но одно для меня останется тайной. Как, сука, скрафтить факел, блядь? Я все-таки решил доплыть до этой мельницы, потому что мы ничего не теряем, а если я не попробую, то я не успокоюсь. Я, кстати, заметил, что эти волны, движущиеся в рандомных направлениях, вообще никак не воздействуют на персонажа. Посмотрите, он как плыл, так и плывет, а он даже не сносит течением. Тут, походу, какая-то волшебная вода и волшебные законы гравитации, потому что ветра тут нету, а волны есть. Это че за хуйня? Эх, до нее оставалось совсем чуть-чуть, и здесь невидимая стена. Видимо, на этом все и закончится. Надо же, он сам собой на дно опускается, прям как я. В общем, с вами был Хэппи Вульф, как всегда, спасибо за просмотр, дополнительная информация в описании. Игра, конечно же, 10 из 10, 300 положительных отзывов, 500 еще напишем. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...